Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами урок математики. Вы готовы? Начинаем! Добрый день, ребята! Номер недели в году. Как необходимо указать в конкретном случае? Например, в начальной школе мы записываем число и название месяца. Давайте вспомним. Какой сейчас месяц? Какое сегодня число? А какого числа и в каком месяце у вас день рождения? Когда день рождения вашего лучшего друга? Тему урока вы сами узнаете, если загадку сейчас разгадаете. Что идет, не двигаясь с места? Правильно! Конечно! Это время! Сегодня на уроке мы будем говорить о времени. Точнее, о единицах измерения времени. А поможет нам в этом необычный гость, старик-годовик. Вышел старик-годовик, махнул рукавом, и полетели двенадцать птиц. У каждой птицы по четыре крыла, в каждом крыле по семь перьев. Каждое перо с одной стороны черное, а с другой белое. Угадайте, что это за птицы? Правильно, ребята! Двенадцать птиц – это год. Так как год состоит из двенадцати месяцев. Четыре крыла – это месяц, так как каждом месяце четыре недели. Семь перьев – это неделя, так как она состоит из семи дней. Перо – это сутки, так как они состоят из дня белой стороны и ночи черной стороны. Задания наши напомнят, понимаете ли вы по часам. Если вдруг у кого-то не получится, то сегодня на уроке он обязательно научится. Который час кто скажет из вас? Правильно! Часы показывают без пяти три. Ребята, посмотрите на часы. Который час они показывают? Да, часы показывают ровно девять часов. А на этих часах – который час? Эти часы показывают пять минут второго. Молодцы! Существует крылатое выражение. День, ночь, сутки прочь. Нам предстоит выяснить, что такое сутки. Старик-годовик нам в этом поможет. Ребята, сутки – это промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг своей оси. Сутки – это время одного восхода Солнца до другого. В сутках – 24 часа. А семь суток составляют неделю. Запишите, как принято в математике сокращать единицы измерения времени. Одни сутки равны 24 часам. Семь суток равны одной неделе. Потом люди обратили внимание на Луну. Люди сосчитали, что от одного новолуния до другого проходит 30 суток. В одном месяце 30 или 31 день. Это месяц. Давайте с вами запомним. Месяц – это период обращения Луны вокруг Земли. И запишем. Один месяц равен 30 или 31 ню. Ребята, но есть один месяц – февраль, в котором 28 дней. А один раз в 4 года – 29 дней. Давайте запишем, чтобы не забыть. Февраль – 28 или 29 дней. А время движется вперед, и день за днем проходит. Какая единица времени прозвучала в этих строках? Год. Какая единица времени прозвучала в строках? Правильно, год. Ребята, год – это промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Один год – это 365 суток. Но когда по астрономическим требованиям в феврале добавляется один день, то получается 366 суток. Вот и сегодня наш 2020 год – высокосный год. Ребята, запомните, один год равен 365 суткам. В высокосном году – 366 суток. А теперь давайте отгадаем загадку, которую принес нам старик-годовик. Ровно дюжина ребят по порядку встала в ряд. Дружно молодцы живут, не спешат, не отстают. Двенадцать месяцев. Ребята, сколько месяцев в году? Правильно, вы все знаете, что один год – это двенадцать месяцев. Давайте запишем. Повторим и запишем название месяцев. Первый – январь. Второй – февраль. Третий – март. Четвертый – апрель. Пятый – май. Шестой – июнь. Седьмой – июль. Восьмой – август. Девятый – сентябрь. Десятый – октябрь. Одиннадцатый – ноябрь. И двенадцатый – декабрь. Отгадайте загадку, которую нам принес старик-годовик. Четыре наряда меняет земля. И в каждом наряде она хороша. В зеленом и белом, желтом, цветном. Мы ее рады видеть в любом. Вы догадались? Правильно. Это, ребята, времена года. Один год – это четыре времени года. Посмотрите на нашего гостя в его наряде. Присутствуют все времена года. Давайте их назовем и запишем. Год – это четыре времени. Зима, весна, лето, осень. Запомните, от вращения земли вокруг солнца зависит смена времен года. И еще одну загадку приготовил нам старик-годовик. Пришел к нам в дом он толстячком. Но с каждым днем худел, худел, пока не стал одним листом. И в Новый год не улетел. Догадались? Это, ребята, отрывной календарь. Календарь – это определенная система счета продолжительных промежутков времени. С подразделениями их на отдельные, более короткие периоды. Годы, месяцы, недели, дни. Именно календари помогают нам ввести счет времени. Давайте с вами вспомним, сколько всего дней в летних месяцах. А поможет нам узнать этот календарь. Запишите пример. Проверьте. Получилось 92 дня. Мы только с парохода, мы только из похода. Целых семь недель гостим мы на воде. А сколько это дней? Сосчитай-ка поверней. Проверяйте. 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 Правильно. 49 дней. Следующее задание. Нужно установить соответствие и записать правильно. Проверяйте. Проверьте себя. Молодцы. И по традиции на уроке математики логическая задачка. У Гули день рождения был в понедельник. А у Бектура через пять дней. И назовите день недели, когда у бектура будет день рождения. Правильно, у бектура день рождения будет в субботу. Давайте с вами, подводя итог сегодня нашему уроку, перечислим единицы времени, о которых мы с вами говорили в порядке возрастания. Сутки, неделя, месяц, год. Ребята, сутки – это промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг своей оси. Месяц – это период обращения Луны вокруг Земли. Год – это промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Ребята, посмотрите, старик-годовик хочет, чтобы вы сделали свой выбор. Если урок полезен, все понятно, выберите зиму и раскрасьте квадратик в вашей тетради синим цветом. Если что-то немного не ясно, выберите весну и раскрасьте квадратик в вашей тетради с зеленым цветом. Если вы думаете, что придется еще потрудиться, выберите лето и раскрасьте квадратик в вашей тетради с зеленым цветом. Если были трудности, сомнения, не совсем понравилась работа, выберите осень и раскрасьте квадратик в вашей тетради с зеленым цветом. Ребята, цените время, не тратьте его зря, наполняйте свои часы и минуты добрыми и полезными делами. Спасибо за работу, вы хорошо потрудились. До новых встреч!